Hola a todos! ¿Cómo estás? Espero que todo esté perfecto. А в этом видеоуроке мы с вами запомним полезные прилагательные и их антонимы. Такие слова как красивый, некрасивый, холодный, горячий, старый, молодой. Оставайтесь со мной до конца, потому что в этом видеоуроке будет очень много вашей любимой практики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и manos о лауре! За работу! И, чикус и чикус, вооружаемся с вами. Ум боли, ручка, и ун куаверно, тетрадь. Всё с вами записываем и проговариваем. И первое прилагательное это фрио. Фрио и кальенте. Фрио – холодный, кальенте – горячий. Но, чикус и чикус, к слову, кальенте относится к объектам. Если вы хотите сказать, что мне жарко или мне холодно, мы скажем немножко по-другому. Смотрите, мне холодно, я скажу, tengo frío, и мне жарко, я не скажу, tengo caliente, o estoy caliente. Estoy caliente означает уже сексуальный подтекст. А мы с вами скажем правильно, мы скажем с вами, tengo calor, tengo calor, я имею жару. Tengo frío – мне холодно, и tengo calor – мне жарко. И теперь мы с вами смотрим примеры предложений. El yelo es frío – лёд, есть какой? Фрио – холодный, да? Это его постоянное качество, поэтому здесь глагол ser – es frío. И el agua – esta caliente. El agua – исключение, мужской род. El agua – esta caliente. Esta caliente – это временное её состояние. Она же у нас может быть и – esta fría, да? И – esta caliente, и – esta fría. Поэтому здесь у нас уже временное состояние. Esta caliente. Далее. Viejo и joven. Viejo и joven переводится как, знаете или нет? Viejo – старый, joven – молодой. Смотрим пример. El edificio es viejo. Что такое el edificio, chicos и chicas? Это здание. El edificio es viejo. Здание есть старое. Marco es joven. Marco есть какой? Молодой. Marco es joven. Молодцы. А далее, chicos и chicas, вы уже будете переводить мои предложения. Давайте. Facil y difícil. Как переведём? Facil o difícil. Muy difícil, sí. Difícil – сложно. Facil – легко. Переводите такое предложение. Изучать испанский – это легко. И читать по-французски – это сложно. Ну-ка, давайте ведём практику в наше занятие. Переводите. Estudiar espanol es fácil. И leer en francés es difícil. Учить испанский – это легко. И читать по-французски. Ler en francés es difícil. Молодцы. Следующие прилагательные – это feo y bonito. Feo – это не feo, как часто думают, что feo – это фея. Но feo – это некрасивая. Feo – некрасивый. Bonito – красивый. Bonita – красивая. Смотрим с вами, какое же предложение мы будем сейчас переводить. Я надеюсь, что вы не забываете про артикли, которые стоят у нас перед существительными. Нельзя начинать предложение с существительного без артикля. La actriz es bonita. Актриса есть красивая. Шляпа. El sombrero es feo. Некрасивая. El sombrero es feo. Некрасивая шляпа. Далее. Limpio sucio. Limpio sucio. Что это такое? Обязательно повторяйте за мной. Limpio sucio. Limpio – чистый. Sucio – грязный. Limpio – чистая. Sucio – грязная. Смотрим пример. Я вам написала такой пример. Моя комната есть чистая, и улица есть грязная. Как переведём? Специально вам перевожу дословно. Есть чистое, есть грязное. Чтобы вы не забывали, что там нужен какой-то глагол. Какой? Mi habitación está limpio. Está limpio, потому что это временное её состояние. Она может быть грязная. И la calle está sucio. То же самое. Улица может быть чистая, может быть грязная. Насорили и сказали, что la calle está sucio. Улица грязная. Mi habitación está limpio. O mi habitación está sucio. Моя комната есть грязная. Обязательно мы с вами будем прилагательные подстраивать под мужской, либо под женский род. Далее. Bueno y malo. Вот здесь часто ошибаются. Говорят, что он есть плохой. Говорят, él es mal. Нет. Mal – это плохо, это наречие. A malo – плохой. То есть bueno – хороший. Malo – плохой. Смотрим с вами, какое же предложение мы будем с вами сейчас переводить. Вот такое. Я хороший человек, я хорошая persona. И преступник есть плохой. Так же будет преступник. Давайте сначала разберемся с хорошей персоной. Скажем так. Soy buena persona. Потому что persona женского рода. Buena persona. И un delincuente, delincuente, un артикль перед существительным. Какой-то преступник es malo. Есть плохой. Soy buena persona. И un delincuente es malo. Плохой. Это его качество постоянное. Далее. Mojado – seco. Mojado – сырой. Seco – какой? Сухой. Так. Переводим. Волосы есть сырые. И полотенце – сухое. Да, бредовые немножко предложения у меня. Но главное вам уловить суть. И уже с помощью этих предлагательных придумывать свои предложения. Давайте смотреть. El pelo está mojado. Мои волосы есть сырые, мокрые. И la toalla está seca. La toalla – seca. Toalla – женский род. Seca – женский род. El pelo – мужской род. El pelo está mojado. Тоже мужской род. El pelo está mojado. Мои волосы есть сырые. Далее. Claro и oscuro. Claro – это ясный, ясный, oscuro, темный. Claro – также можем использовать в такой фразе. Todo está claro. Тебе все ясно. И ты отвечаешь. Si. Todo está claro. Да, все ясно. Такое предложение переводим с вами. Так. День есть светлый, а ночь есть темный или темная. Как быть правильно? Ночь – это она или он? Смотрим. El dia es claro. El dia – мужской род. Y la noche es oscura. Ночь – есть темная. Женский род. La noche – женский род. Далее. Tarde y temprano. Tarde – поздно. Temprano – соответственно, это что? Рано. Обязательно, чикосы, чикосы, запоминайте слова. Вот так вот. Слово и его противоположность. И обязательно в предложении. Еще раз. Tarde – поздно. Temprano – рано. Переводим. Я ложусь спать поздно и встаю с кровати рано. Так переведем. Здесь у нас возвратные два глагола, поэтому atención – внимание. Не забудьте про частички. Me acuesto – tarde. Me acuesto – возвратный глагол. Acostarse. Y me levanto temprano. Me levanto – acostarse y levantarse. Acostarse – ложиться спать. Записывайте себе. Y levantarse – подниматься. Despertarse – пробуждаться. Открывать глаза. Y levantarse – уже подниматься с кровати. Молодцы. Далее. Barato – caro. Barato – caro. Наверняка многие знают слово caro. Caro – это дорогой, дорого. И barato – дешевый. Переводим. Эти вещи есть дешевые. И квартира новая – дорогая. Квартира новая – дорогая, да? Новая квартира есть дорогая. Как переведем? Помним, что прилагательные в испанском языке идут после существительного. Переводим. Estas cosas son baratas. Estas cosas – эти вещи есть какие? Baratas – дешевые. Estas – множественное число. Cosas – множественное число. Son – множественное число. Baratas – множественное число. Предложение – все построено во множественном числе. И квартира – un piso. Un piso – одна квартира новая. Прилагательная после. Un piso – nuevo es caro. Есть дорогая. Новая квартира есть дорогая. Новый квартир есть дорогой. Дословно, да? Мужской род. Далее. Pequeño y grande. Pequeño. Pequeño – grande. Pequeño – grande. Pequeño – маленький. Grande – большой. Переводим такое предложение. Гиппопотам есть большой, но улитка есть маленькая. Знаете ли вы животных? Если не знаете, у меня есть видеоурок про животных. Обязательно его после этого видеоурока посмотрите. Давайте переводим. Un hipopótamo es grande. А че не читаем? Un hipopótamo – ударение. Hipopótamo es grande. Pero el caracol es pequeño. Pero el caracol – muscorón. El caracol es pequeño. Un hipopótamo es grande. Pero no. El caracol es pequeño. Но улитка есть маленькая. Alto – bajo. Alto – bajo. Alto – bajo. Alto – bajo. Низкий – bajo. Alto – высокий. Переводим. Небоскребы есть высокие и гномы есть маленькие. Переводим. Ставьте на паузу, записывайте перевод, включайте и проверяйте. Зачеркивайте ошибки, либо наоборот ставьте себе плюсик, что вы правильно перевели. Los rascacielos son altos. Los rascacielos. Влагодаря rascar – это скрести. Скрести – что? El cielo – это облако. Поэтому они скребут облако. Los rascacielos son altos. И los enanos – это у нас гномики – son bajos. Los enanos son bajos. Молодцы. Далее. Chicso chicos – это у нас не последние два предложения. У нас еще на следующей странице очень важные и прилагательные. Поэтому собираемся с силами и продолжаем. Covarde y valiente. Covarde – это трусливый. И, соответственно, valiente – это у нас смелый. Переводим. Лев есть какой? Трусливый или смелый? Давайте смелый. И олень есть. Трусливый, как переведем лев и олень. El león es valiente. El león es valiente. Y el fervo es covarde. El fervo es covarde. Олень есть трусливый. И последнее на этой страничке, но не на следующей, обязательно выполните полное упражнение. Не выключайте это видео, досматривайте его до конца. И будет вам много-много испанской пользы. Не подумайте, что это красивый и некрасивый, что это симпатичный и несимпатичный на лицо. Это приятный. Приятный не внешний, а внутренний. Какой он приятный человек, обходительный. Поэтому симпатику – это приятный, это несимпатичный. Переводим. Мой муж есть приятный, и твой парень есть неприятный, противный человек. Переведем. Mi marido es simpático y tu noyo es antipático. Обязательно посмотрите. Tu без ударения – это твой, твое. А tu с ударением – это ты. Продолжаем. Записываем. Гордо – это не гордый, это толстый. Флако – худой. Предложение. Поросенок есть толстый, и твоя двоюродная сестра есть худая. Или можете переводить, как захотите. Как у нас будет с вами твоя двоюродная сестра? Двоюродная сестра – это prima. Si la prima. Hermana – родная сестра. Prima – двоюродная сестра. El cerdo es gordo. El cerdo – поросенок есть толстый. Y tu prima es flaca. Tu prima – твоя сестра. Двоюродная – es flaca. Далее. Aburrido – скучный. Y divertido – веселый. Aburrido – divertido. Переводим. Находиться дома – это скукотень. И быть на какой-либо вечеринке – это весело. Переводим. Estar en casa – es aburrido. Estar en una fiesta – es divertido. Muy divertido. Estar en casa – es aburrido. Находиться дома – это скукотище. Estar en una fiesta – es divertido. Находиться на какой-либо вечеринке – это una fiesta. Estar en casa – es divertido. Далее. Bacio – не Vasio. Не Вася. А Bacio – это пустой. Yeno – полный. Bacio – пустой. Yeno – полный. Переводим на такое предложение. Бутылка есть. Какая? Пустая. И бокал есть полный. Бутылка и бокал. Как будет? La botella está vacía. Бутылка есть. Vacía – пустая. Y la copa está llena. La copa está llena. Бокал есть полный. La copa está llena de vino. Бокал есть полный. Вина. Далее. Largo и corto. Largo – corto. Largo – corto. Largo – длинный. Corto – короткий. Переводим. У нее волосы длинные и у вашей племянницы короткие. Будет еще племянница, вспомнил с вами, да, сегодня? Всех родственников. Ella tiene el pelo largo y su suorina tiene el pelo corto. Yo tengo el pelo largo y no corto. Yo tengo el pelo largo. Ella tiene el pelo largo y su suorina tiene el pelo corto. Молодцы. Далее. Lento y rápido. Lento. Lento. Rápido. Lento. Rápido. Lento. Медленно. Rápido. Быстро. Так. Здесь у нас опять животное. Я вам придумала. Черепаха медленная, но заяц быстрый. Как переведем? Кстати, заяц у нас будет женского рода. Да. La liebre. La liebre macho y la liebre embra. Смотри. La tortuga es lenta, pero la liebre es rápida. La tortuga. Черепахa. La tortuga. Черепахa. Es lenta. Черепахa. Медленная. Но заяц быстрый. Pero la liebre es rápida. Потому что la liebre. Далее. Duro y blando. Есть такая песня dura. Dura. Да? Dura. Duro – твёрдый. Blando – мягкий. Смотрим пример. Бетон есть твёрдый и перо есть мягкое. Почему бетон? Почему ты говоришь нам про бетон? Потому что это простое слово. Вы должны его тоже знать. Давай его быстро запомните. Смотрим пример. El concreto es duro. El concreto – это бетон. El concreto es duro. Pero la pluma es blanda. La pluma – перо, перышко, es blanda. Также la pluma называется перьевая ручка. El concreto es duro. ¿Semint? El concreto. Pero la pluma es blanda. Двигаемся дальше. Triste – feliz. Triste – feliz, triste – грустный. Feliz – радостный. Пример. Я не грустный, я радостный. Es muy fácil. Это легко. No estoy triste. Estoy feliz. No estoy triste. Estoy feliz. Далее. Inteligente y tonto. Inteligente – это не интеллигентный. Это умный. И tonto, соответственно, глупый. Пример. Marta es umno y señor Amelio – очень глупый. Marta es inteligente. Punto. Señor Amelio es muy tonto. Muy tonto. Sí, muy tonto. Далее. Comodo y incómodo. Ну, здесь можно догадаться. Comodo – удобный, incómodo – неудобный. Comodo – incómodo. Переводим предложение. Этот диван есть такой удобный. И это кресло есть неудобное. Как переведем? Este sofá es tan cómodo. Este sofá – el sofá – мужской род. Поэтому es tan cómodo – не cómoda. Y este sion – es incómodo. Este sion – это кресло есть очень неудобное. Es incómodo. Далее. Grocero – educado. Grocero – это неотесанный, необразованный, и, проще говоря, деревенщина, да, как tonto, но более такой грубоватый. Y educado – это воспитанный. Пример. Его дядя из деревни есть деревенщина, но у Софии есть хорошие манеры, и она образованная. Как переведем. Su tío del pueblo es grosero. София tiene buenos modales. Es educada. У Софии есть хорошие манеры – это tener buenos modales, запишите себе иметь хорошие манеры, и быть educada, и быть образованной. Кстати, не путайте с прилагателем caducado. Caducado – это быть радуши. Su tío del pueblo es grosero. Его дядя из деревни есть деревенщина неотесанная, а София очень даже образованная. Далее. Tranquilo – спокойный и nervioso. Nervioso – нервный, да? Переводим предложение. Я спокойный. А ты почему-то нервничаешь, да? Я спокойная точка. Почему ты нервничаешь? Estoy tranquilo o estoy tranquila. ¿Y por qué estás nervioso? Почему ты нервничаешь? И приближаемся с вами к финалу. Ancho – ancho – estrecho. Ancho – estrecho. Ancho – широкий. Estrecho – узкий. Смотрим пример. Эти штаны есть широкие, и юбка есть узкая. Как будут штаны? Эти штаны есть широкие. 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 Ты слабый. Смотрим пример. Они сильные, а ты слабый. Как переведем? Son fuertes, и ты eres débil. Son fuertes, и ты eres débil. Не débil, а débil. Ударение. Дэ-биль. И последнее. Rico и pobre. Rico быть богатым, и pobre быть бедным. Но, опять же, зависит от глагола. Я богатый, и бродяга есть бедный. Как будет я богатый? Какой же глагол поставим? Ser o estar. Временное ли это состояние или нет? So rico. Быть богатым – это постоянное качество. Запомните. Y el vagabundo es pobre. Бродяга есть бедный. У Enrique Iglesias есть просто такая песня. Ну что, чикасы-чикас, какие же вы молодцы, что нашли время. Посвятили его себе и мне, и мы с вами вместе проделали это полезное упражнение. И теперь ваш испанский будет еще лучше. Я вам это обещаю. Ну что, un beso muy grande. И увидимся с вами в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите ваши комментарии. Adios.